и здорово мои верные зрители а также мои новые зрители как там ваши делишки пришел тот самый долгожданный момент когда растян наконец-то получил бумаги из министерства подожди блять щас принесу конец то получил бумаги с министерства образования а точнее ответ о проведении профилактических работ в школе где учится моя дочь после недавнего так скажем обращение и что с того а то что сегодня будет тот самый ролик где четко и по фактам на собственном примере с прикрепленным документом который уже у меня на руках кстати я расскажу вам как правильно и разумно поставить преподавателя школы на место за нарушение правил безопасности и недопустимое поведение к школьникам на туре четко уже за один предыдущий ролик мне успели предвидеть за то что со сменой стрижка я стал более серьезным тяжелого не ждать я просто чуть-чуть приболел и корчите себя веселого я к сожалению не умею ведь настроение зависит от состояния состояние от здоровья в курил да а вообще тема серьезная и достойная ставьте лайк о съезжали этого еще с начала весны а следующий видос будет точно повеселее с угарной историей о том как какнутая птичка короче прокакнутую птичку и растяна пожалуй я начну с предыстории перейду к тому как я действовал и чем это все закончилось несправедливое отношение школьников в украине и в россии судя по предоставленным вами фактам пруфом дело весьма привычное сотни видеороликов аудиозапись историк вы мне прислали за последний год и все эти случаи объединяет лишь одно при выборе профессии человеком в нашем случае будущем преподавателем допускается чаще всего одна типичная ошибка ошибка в определении рабочей ориентации а также интереса в этой отрасли потому по истечении определенного времени преподаватель просто может разочароваться в целевом направлении которые сам же выбрал чтобы заниматься этим видом деятельности на протяжении чуть ли не всей жизни сейчас но это лишь один из вариантов и моем случае насколько я понял преподаватель неплохо ведет образовательный процесс в школе но в плане предметов но иногда слишком сильно перегибает свои возможности забывая о том что дозволено по отношению к детям а что крайне недопустимо я думаю что во многих школах есть те преподаватели с расшатанной психикой которая за долгие годы работы с детьми стабильной быть может далеко не у каждого некоторые умеющие сдерживать себя достойно с этим работают а есть вот и те кто дает волю эмоции о таком преподавателе сегодня и пойдет речь моя дочь учится уже в втором классе и несмотря на всего один год образования в школе но уже успела повидать всю негативную сторону представителей науки многие из вас знают что ребенка я не заставляю учиться вообще она самостоятельно практически всегда выполняет домашнее задание ровно столько сколько ей физически на это хватает вдохновение и сил мои взгляды основаны на том что ребенок даже в образовании должен иметь силу воли чтобы самосовершенствоваться и получать знания не только под бедительным присмотром и потому что надо но и самостоятельно потому что это повышает общий уровень интеллекта и улучшает качество жизни а уж поверьте сейчас программа даже в первом классе у детей просто космическая тут даже я не могу сказать что у нас было хуже потому что это далеко не так и как-то однажды дочь не успела сделать весь перечень домашних заданий и классуха заставил дописывать маленькую первоклассницу а то есть мою дочь на перерыве закрыв ребенка в классе когда остальная часть детей просто пошли в столовую обедать после чего дочери пришлось идти обедать в конце перемены а потом выгребать пиздюлей от учителя английского тем самым довели маленького ребенка до слез присутствии всего класса узнал об этой мерзости я совсем не сразу поскольку дочь на плохом явно не акцентируется но одноклассники быстро занесли мне в уши что карину обидели и она расплакалась когда отец видит подобную несправедливую ситуацию сторону своего ребенка сразу же принимает меры что сука тубе пизда но я понимал что это результата не даст ведь один случай можно списать попросту на недоразумение а директора школ зачастую защищают своих специалистов которые приносят для школы достижения и выполняют учебный план но вы перед препода за такое чаще всего просто невозможно по крайней мере у нас в украине тут точно я провел беседу с преподавателем один раз и взял это на контроль купил ребенку электронные часы с диктофоном с возможностью записи и тут понеслась почти за полгода выяснилось что подобные отношения преподавателя было замечено неоднократно не только к моему ребенку но и к остальным детям в классе однажды за неубранное рабочее место после урока творчества она при всем классе подняла девочку за руку и просто бросила высота конечно была небольшая но дети всего класса были явно в ахуе за незаписанное домашнее задание позволило себе швырнуть дневником в голову 8-летнему мальчику отчего весь класс был явно не в восторге от поступка учителя это все мерзость со стороны преподавателя накаляла психологическую обстановку во всем классе а некоторые дети приходили в школу с мыслью о том что училка попросту может их отпиздить регулярное высмеивание детей за оценки их неуспеваемость сравнение детей между собой по типу кто лучше а кто хуже что крайне недопустимо нынче в образовательной системе однажды даже в сторону жены прилетела от нее фразочка что родители не успевающие детей могут лишить родительских прав и тут я понял что имею дело с пациентом болеющего расстройством рассудка или это тест на безграмотность который я к счастью не прошел знаю что для многих из вас это все звучит дико но чувствовать себя участником этого всего пиздеца куда неприятнее что ж маразм грибчала пиздец продолжался и когда я приходил выяснять ситуацию не только за своего ребенка но и других детей училка мне дословно говорила я не могу вас слушать вы стригаете тут свою жалчь теперь я надеюсь вы понимаете весь культурный потенциал этого человека в диалоге с родителями детей которых она учит но знаешь это еще не все даже этого я посчитал недостаточной доказательной базы для составления жалобы несмотря на то что многие диалоги с ней я записывал на диктофон но последней каплей этого события стал случай когда классуха решила повести весь свой класс в городскую библиотеку это было буквально месяц назад я по работе проезжал мимо районе школы на машине женой и случайно увидел как классуха гордо ведет весь класс по тротуару так мало того что она была одна хотя по закону при наличии 27 учеников а это огромное количество детей обязательно нужен еще как минимум один преподаватель закрывающий колонну с детьми но я так полагаю о таком она даже не слыхала классуха просто шуршит себе по дорожке на голове капюшон а позади телепаются дети я еду за ними а жена снимает все это на телефон переходя перекресток колонной детей в 27 человек она в своем закрытом камешоне даже не соизволила его снять так мало того она даже не поворачивалась и не оборачивалась чтобы посмотреть как там дети переходят дорогу понимаете такого халатного и циничного отношения я охуел окончательно и полностью и столько после этой видеофиксации я решил по закону ее наказать относясь так технике безопасности она просто рискует жизнями маленьких невинных детей но видимо ей на это абсолютно похуй все думают что случится может все что угодно но только не с ними но я как вы понимаете в такую русскую рулетку играть не собираюсь и как вы поняли я составил жалобу министерство образования с просьбой повлиять на решение сложившейся ситуации и принять меры после проведения расследования которое должно в обязательном порядке провести заседание вместе с директором школы и вот она состоялась 2 апреля и сейчас в переводе на русский я зачитаю вам самое основное ваше обращение у 30 0 3 18 года рассмотрена с моим присутствием рассмотрение ситуации которая сложилась во втором б-классе школы номер неважно где учится ваша дочь карина во время встречи присутствовали директор школы несколько заместителей психолог школы классный руководитель и практический психолог и во время встречи обсуждали следующие вопросы психологический микроклимат в классе методы работы классного руководителя с учениками во время уроков и на перерывах система работы преподавателя по вопросам формирования межличностных отношений в коллективе класса а также стиль общения преподавателя с родителями ученика мысли каждого присутствующие на этой встрече было принято во внимание особенное внимание было направлено на важность создания комфортной образовательной среды приоритет интересов детей в организации образовательной деятельности учебного коллектива а также ответственность за физическое и психологическое здоровье каждого ребенка во время образовательно воспитательного процесса классным руководителю было указано обязательно строгое придерживание правил педагогической этики и морали во время работы с детьми, учитывая индивидуальные психологические особенности каждого ученика, а также всего коллектива в целом. Классному руководителю вынесено предупреждение про обязательное придержание норм этики при общении с родителями учеников, про недопущение обсуждения проблем отдельных детей с родителями других учеников класса. И кроме того, администрация школы усиливает контроль за проведением воспитательной работы по недопущению возникновения конфликтных ситуаций. А психолога школы обязались планировать работу касательно предупреждения своевременного выявления фактов возникновения негативного микроклимата в коллективе учеников. И вам после всего этого, наверное, интересно, ну чё там, выгнали училку? Нет, пока ещё не выгнали, а почему, сейчас вам объясню. Дело в том, что большое процентное соотношение родителей в классе это среднестатистические терпилы, считающие, что преподаватель всегда прав, даже если хуярит вашего ребёнка дневником в ебло, тянет за руку за неубранное рабочее место или попросту стравливает весь класс против того, кто хоть чутка отстаёт в образовании. Игнорирует абсолютно все правила безопасности сопровождения детей в колонии и перехода перекрёстков. Потому оказывается, со слов многих родителей, что почему-то все эти нарушения я вижу, а они нихуя. Но на основании решения комиссии, я думаю, вы поняли, что училку мы раскусили, и во всех своих злодеяниях она созналась, и к ней были применены меры. Но вопрос, почему не уволили, рассказываю. Я, чтобы не показаться обиженной папашей, который пришёл просто разъёбывать там всю школу по причине всех этих сложившихся событий, я выступил на защиту не только своего ребёнка, но и других детей класса. Потому что более чем уверен, тот, кто привык по жизни держать язык в анале, оттуда его вряд ли вытянет. В тот же момент насчёт выяснения с преподавателем его права и обязанности. А я хочу, чтобы мой ребёнок, уже и так привыкший к детям своего окружения, учился с ними и дальше, как делал это я, с 1 по 11 класс. И мне комфортно было учиться в кругу своих одноклассников, потому и своего ребёнка я хочу оставить в этом же коллективе, где она уже успела влиться в компанию и чувствовать себя уверенно. А вот эта бумага, так называемый первый страйк учителя, и теперь, после фиксации всех этих нарушений, даёт мне полное право, при повторном нарушении ею правил безопасности или создания негативной обстановки в классе, одним движением руки ликвидировать её на пенсию, без премиальных и надбавок. В натуре чётко. Ввиду к тому, что вся эта движуха со сложившейся негативной обстановкой внутри школы взваливается непосредственно на директора школы. А фиксация всех этих случаев только портит им репутацию, за которую опять-таки отвечает директор. Потому при повторном выявлении фактов нарушений, самое малое, что может произойти, это увольнение преподавателя, нарушающего правила внутри школы. Ну а про максимальное наказание я тоже могу рассказать, но это только в тех случаях, когда уже пиздец как накипело. И теперь я понимаю, что её перспектива преподавателя в моих руках. Я проявлял лояльность и терпение на протяжении долгого времени, и даже когда комиссия зафиксировала факты нарушений, я не наставил на том, чтобы её убрали. Я лишь пытаюсь более убедительными методами повлиять на ситуацию в школе, а также улучшить условия образования, начиная хотя бы с этого. Веду всё к тому, что на решении ситуации иногда может потребоваться очень много времени и терпения, которое обязательно окупается результатом. А приветы в этом ролике получают Влад Андреев, Игорь Долгов и Стас Фрыков. Делай репост этого ролика у меня на странице ВКонтакте по ссылочке в описании, и получай привет в следующем. Ролик получился, конечно, немаленьким, но суть этого вопроса, я надеюсь, вам доступно преподнёс. И помните, что создавал я этот видеоролик не с целью вызвать резко негативное отношение к преподавателям в целом, а с целью ознакомить вас с вашими же правами и показать на примере недавно сложившейся ситуации, как решать проблемы подобного направления. Не забудьте оценить этот ролик и поделиться им с друзьями, если увидели в этом хоть что-то полезное. Пацаны, вообще, ребята, могёте? Что ж, а на этом всех благ вам, господа, и до скорого. Всё, хлопчики, спасибо за просмотр, садись, два. Субтитры подогнал «Симон»